Провал финансирования и дефицит в десятки миллионов рублей. Текущая ситуация в ДЭП грозит предприятию закрытия. Дыры в бюджете образовались в том числе и из-за того, что соседняя Мордовия в прошлом году не оплатила работы по строительству новой дороги. Хотя магистраль сдана. Ситуация работает в ручном режиме. Действительно, управление зачастую мы активно вмешиваемся в деятельность ДЭПа, потому что в противном случае есть риск, что это предприятие может прекратить свое существование. Поэтому мы не можем его бросить. Это люди, это обязательства города. Как рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции, перспективы, что Мордовия закроет свой долг, есть. Глава города надеется, что в течение марта удастся вывести финансовое состояние ДЭП из ямы и привести хотя бы к нулевому балансу. Есть подвижки и с вопросом строительства детской поликлиники. Мы действительно надеемся, что в марте вопрос уже будет полностью закрыт. То есть все решения будут уже подписаны. Сейчас они устно проговорены, но мы надеемся, что они будут уже подписаны и стройка возобновится. МГУ Саров – это еще один вопрос, который интересовал журналистов. Ожидается, что уже в сентябре там начнут обучение первые 50 студентов. Учебные корпуса из тутгородок расположатся на территории технопарка, который в перспективе станет частью Сарова. Административные границы города выйдут за пределы охраняемой зоны. Так появится так называемый Большой Саров. Мы пытаемся сохранить в рамках существующих юридических обязательств контролируемый периметр. И та пропускная система сохранится. То есть мы не планируем ее жестоко менять. И получаем некую открытые территории, которые живут в существующем порядке. На текущий момент пока нет целесообразности делать пропуска всем внешним жителям для города. Такие проекты, как МГУ Саров, сделают город более привлекательным для перспективной молодежи, уверен Алексей Сафонов. Ответил мэр и на личные вопросы. В частности, признался, что новая должность не вызывает у него однозначных эмоций. Раньше я был более свободен в плане своих решений, в вопросах проведения досуга, что называется. Понятно, это заметно отразилось на семье. Им тоже не все нравится в моем образе жизни действующем. С другой стороны, работа действительно интересная. Есть такие задачи достойные, которые, скажем так, не стыдно за них взяться. И есть возможность их решить. Такие встречи с журналистами Алексей Сафонов планирует проводить регулярно. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.